Когда теряет равновесие Когда теряет равновесие Твои хромающие истины На этой выщербленной лестнице И рече Бог Сюадам быстьяка едино от нас Еже разумите добрая и лукавая И ныне, когда Да не прострет руку свою И возьмет от древа жизни И снест и будет жив вовек И изгнай его Господь Бог из рая Сладости делайте землю От нее же взят бысть Как заснул смотрится Мне нынче Как задышится Воздух крут перед грозой Крут довязок Что споется Мне сегодня Что услышится Птицы вещие Моей До всей сказок Константин Коровин Осенью по моем приезде Из Савинской слободы Перед окончанием училища Когда мне было лет двадцать Алексей Кондратьевич Саврасов Все реже-реже стал посещать Свою мастерскую в училище Говорили, что Саврасов болен Однажды мы, ученики его Мельников, Паярков, Ордынский, Левитан, Волков И я, приехавший из разных мест Показывали друг другу Свои летние работы Этюды Неожиданно к радости нашей В мастерскую вошел Саврасов Он очень изменился в лице Его было что-то тревожное Горькое Он похудел И посидел Нас поразила странность его костюма Одет он был крайне бедно На ногах были Старые серые чулки Опорки Черная блуза, повязанная ремнем На спине был плед Шляпа с большими полями Грязная и рваная Шея повязана была красным бантом Ну что, сказал он Как-то странно улыбаясь Давно я у вас не был Да Давно болен я И вообще Мы показывали ему свои работы С каким-то трепетом ждали Что он нам скажет Удивленный его печальным взглядом И странностью одежды Раскладывали на полу этюды Алексей Кондратьевич Сиди смотрел на них Прося некоторые поднять И держать в руках Как молодо Как прекрасно Свежо А вот тут Замучено Старался очень Не надо стараться Муза не любит Да, да Вы знаете Муза есть Есть редкий С кем она в дружбе Капризно Муза Заскучает Уйдет Как вы думаете Муза легкомысленная Или серьезная И Саврасов Как-то вопросительно Посмотрел на нас Странно улыбаясь Добавил Муза умная дама И дружна бывает Самым легкомысленным человеком Как странно Ну да Прекрасно Молода Мне нравится Что вы никому Не подражаете И вот Недавно погас Юный Как вы Васильев Этот художник Был огромный Я поклонялся Этому юноше Умер в корму Горловая Чахотка Я просил одного Дать ему Под картины Денег Нет Побоялся Пропадут деньги Да, да Боялся И погиб Юноша Сколько он стоил Васильев-то Никто не знает И вообще Как расценивать В голосе его Была горечь И это Показал он На пол Где лежали Этюды Я не знаю Что Сколько стоит Сиренада Шуберта Или две строчки Александра Сергеевича Пушкина Я помню Чудное мгновение Передо мной Явилась ты Да Да Ничего не стоит На ярмарке Вот это все Известно Что стоит Да А вот так Ничего не стоит Саврасов Как-то растерянно Посмотрел Кругом И продолжал А я долго Не был Хворал Несколько Да Приду А вы Свободно Думайте Почувствуйте И пишите Прекрасна природа Возвышайтесь Чувствам Великое искусство Саврасов Встал Как-то Торопливо Пошел У двери Остановился Обернулся И растерянно Улыбнувшись Сказал Я не совсем здоров Но До свидания И ушел С великой радостью Принимайте Братья мои Когда впадаете В различные искушения Зная Что испытание Вашей веры Производит терпение 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 же Должно иметь Совершенное действие Чтобы вы были Совершенны Во всей полноте Без всякого недостатка Еночество Глубоко коренится В духе И сущности Христианства И чтобы убедиться В этом Стоит только Раскрыть правдивые Сказания лет Древних Там мы увидим Что оно появилось Вместе с проповедью Евангелия Что с самого начала Христианства Души Наиболее верные Евангелию Избирали путь Отречения от мира И мирских Привязанностей Преподобные Явились на земле В лице тех Кто всеми силами Души стремился Уподобиться Сладчайшему Иисусу Вот почему Еще в Ветхом Завете Встречаются Следы монашества Таковы были Назареи Посвящавшиеся Богу По особенному обету На время Или на всю жизнь Таковы были Илья Елисей И ученики Пророческие Соблюдавшие Целомудрие И нестяжательности Жившие в пустынях Таковы были Все те Кто по слову апостола Скитались В милотях И козьях Кожах Терпя недостатки Бездствия И озлобления И те Которых весь мир Был достоин Скитались По пустыням И горам По пещерам И ущельям земли Таков был И предтеча Господень Алисей Кондратьев Все не приходил Вечером как-то Солдат Плаксин Убиравший мастерскую Сказал мне Да ведь он запил Запой у него случился Человек Ем голова добрейший Летом вот Писал здесь Картины Хороши Пьет Пьет А закуска Цела Плаксин Стал передо мной Уперся В метлу И серьезно Продолжал Пьешь ежели То закуси А ед Без закуски Очень навредно У нас во втором взводе И полковник был И человек душа Прямо Сгорел Себя вином Сжег Без закуски Потому Ты выпил Значит Дэк закуси Очень напользительно Они не евшие Водка Она прям Хочешь Кого в гроб кладет Не гляди Будь ты хоть генерал Хоть что я Ей все одно сгубить Итак Братья мои Возлюбленные Всякий человек Да будет Скорно Слышен Немедленно Слова Медленно Гнев Ибо гнев Человека Не творит Правды Божьей Но в полном Совершенстве Иночество Раскрылось Только в Новом Завете По словам Авы Пиамона Новозаветное Иночество Ведет свое Начало От самих Апостолов Таким в начале Было и все Множество Первых Уверовавших Во Христа Святой Василий Великий В самом Обществе Господа Иисуса Христа И апостолов Видит Прообраз Иночества Действительно Некоторые Из апостолов Не вступившие В брак До своего Призвания К апостольству Остались Навсегда Девственниками Святой Иаков Брат Господень Сын И Заведеев Иоанн Иаков И апостол Павел Ученики Святого Апостола Павла Тит Тимофей Подобно Своему Наставнику Остались И Николая Пребывали В девстве Отрекаясь От мира Для нераздельного Служения Господу Купол Мала В России Кроют Чистым Золотом Чтобы чаще Господь Замечал В марте Когда уже чувствовалось Дуновение весны И снега Разрыхлялись Дворники Кирками Кололи Московские Тротуары Шел я С вечернего класса Пробираясь К себе В Сущево Где жил Великий пост Колокольный звон Уныло Разносился Над Москвой Задумывалась Душа Переходя У самотеки В Садовую улицу Я сзади себя Услышал голос Костенька Я обернувшись Увидел Алексей Кондратьевич В короткой ватной кофте С пледом На плечах Что-то мрачное Было в его фигуре Я подошел к нему И он ласково Заулыбался Здравствуйте Алексей Кондратьевич Обрадовался я Вот что Костенька Пойдем Пойдем Я тебя Растягаем Угощу Да Да Деньги получил Пойдем И он взял Меня за руку Проходя мимо Ряда Извозчик саней Лошадей С подвязанными На мордах Мешками С овсом Мы взошли На крыльцо Деревянного Дома Трактира Сразу Когда вошли Пахнуло Теплом Чаем Пивом В трактире Было много народа Больше извозчиков За длинной стойкой В жилете В голубой рубашке На выпуск Хозяин А за ним На полках Бутылки Бойко Половые В белых рубахах Носят подносы С чайниками И бутылками Саврасов Прошел в глубину Где было просторнее Выбрал стол у окошка И сказал мне Садись Одет он был странно На него посматривали Оборачивали Сидевшие за столиками Саврасов Снял шеи Большой намотанный На ней шерстяной шарф Сбросил плед Снял шляпу И положил Около на стул Воротник Его грязной рубашки Был повязан Каким-то красным бантом Как странно Да, Костенька Сказал ей Мы с тобой Сейчас Растегая Тут умеют И уха Сначала Тарань Расторопный половой Поставил тарелки И большую Копченую селедку И подал в графине Водку и рюмки Алексей Конрайч Оставил одну рюмку И сказал половому Убери Подай грузди Налилась графина рюмку И я увидел Когда он ее подносил К рту Как дрожали его Большие пальцы Выпив Взял рукой Кусок тарани И ел С пальцев Глядя на меня Темными глазами Особенными Глаза Как какие-то пуговицы Они глаза Глядели на меня Он очень жадно пил Очень долго Молча ел И вдруг сразу оживился Глаза изменились Как будто он проснулся Что-то вспомнил Улыбнулся И сказал Да Деньги 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 я сегодня получил Немного Не платят много Но приятные деньги Да-да Человек приятный Понимает Неслепой Серьезный В душе Любовь у него С чувством человек Вот видишь ли Костенька Какой я чудной Никак одеться не могу Все вроде пошло Галстук красный надену Лучше думаю Я же все же артист Ну пускай смотрит А вот ему не все равно Понимает Ему не все равно Какой я Понимает Что жизнь гонит Кого как Он уважает искусство Картину уважает Видно когда смотрит Ясно Видно Скупой конечно Но деньги его Приятные Павел Михайлович Третьяков Большой человек Скажи Репин Его картину Купила бы Академия Или вельможи наши Нет Не купили И Репин Не мог бы писать Кто собрание сделал Третьяков Фабрикант Это не просто Это гражданин Это человек Он мыслил Любил Россию Любил Хочет взять у меня Картину Ёлки-повражки Идут Вниз спускаются К родничку Трудная вещь Зеленая Ничего Не окончено Не могу окончить Лето жду Зимой не могу Пришел я к нему В контору Говорю Да вот Павел Михайлович Нужно мне полторасты Рублей Очень нужно Он смотрит на меня И платком Нос трет И думает И говорит мне Вы бы Алексей Кондратьевич Окончили ёлки-то Хороша картина Ну и получили бы Все сразу Да подождите Говорит Эх май Я сейчас вернусь Принесу вам Из конторы Деньги Подумал я и сделалось Мне как-то страшно И унизительно Я взял и ушел Рукавишнику он говорит За что это Обиделся на меня Саврасов И нашел Он меня Да нашел Только ёлки Я уже отдал другому Хороший человек Да, да Всем чужие мы И своим я чужой Дочерям чужой Если кто из вас Думает Что он благочестив И не обуздывает Своего языка Но обольчает Своё сердце У того пустое благочестие Чистое и непорочное Благочестие Перед Богом Перед Отцем Есть то Чтобы презирать Сироты вдов И в их скорбях И хранить себя Неосквернённым От мира После плачевного Отпадения От Бога В человеке Произошла Пречальная перемена В нём Образовалась Тайная Безмолвная Сила Неопределимо Влекущая его К земле К благам И наслаждениям Мира сего Это было Вполне естественно Не направляясь Более вверх К живому Святолюбящему Богу Как к высочайшей Цели желаний Дух человеческий По необходимости Низвергается Вниз В мир земляных Благ Беспокойно Страстным желанием Наполнить Образовавшуюся От удаления От Бога Пустоту И вот нет Конца Нет насыщения Не насытится Око зрением Не наполнится Ухо слышеньем И вот суета Всю и томление Духа Множество Конечных целей Никогда не удовлетворит Духа с его Бесконечными Стремлениями Я стою Как перед вечной Загадкой Пред великою Да сказочной Страною Перед солоной Да горько Кисло-сладкою Голубою Родниковою Ржаною Сафрасов Налил водки Выпил Куда Куда уйти От этой ярмарки Кругом Подвал Темный Страшный Подвал Я там хожу Глаза Алексея Кондратьевича Остановились И тупо Смотрели Куда-то В них была жуть Я взял его Большую руку Взволнованный И сказал Не пейте Алексей Кондратьевич Вам вредно Не пейте Молчать Щенок Яростно Вдруг крикнул Вскочив И в глазах Его блеснул Синий огонь Он быстро Пошел По трактиру К стойке буфета Как-то топая По полу Опорками Одна опорка Соскочила с ноги Он нагнулся Стал растерянно Тянуть чулок И упал Я подбежал К нему Надел опорку На ногу Помог встать У стойки Он платил деньги Еще пил Вернулся к столу Обмотал шею шарфом Надел плед Шляпу И сказал Пойдем Фонари светились У крыльца трактира Прощай, Костенька Сказал он Не сердись Не сердись, милый мой Не сердись Болен я Я приду к вам Когда поправлюсь Вот довели меня Довели Пойми Я полюбил Полюбил Горе Пойми Полюбил унижение Пойми Я приду Прощай Не провожай меня И повернувшись Пошел Шатаясь У забора Переулка И скрылся В темноте ночи Послушайте Братья мои Возлюбленные Не бедных ли мира Избрал Бог Быть богатыми Верою И наследниками Царства Которые он обещал Любящим его А вы презрели Бедного Небогатые ли Притесняют вас Не они ли Влекут вас В суды Не они ли Бесславят Доброе имя Которым вы Называетесь Ни у одного Ни у одного Народа Это всецелое Увлечение Внешним миром Не выразилось В такой яркой В полной Законченной До художественности Формы Как у древних Греков Всеми силами Души Всеми Своими стремлениями Они погружены Были во внешний Чувственный мир Смотря на земную жизнь Как на законченное целое И почти совсем Не задумываясь О жизни вечной Как дивно Прославляли Они благо Земной жизни Какая чудесная Картина Развертывается Перед нами В песнопениях Гомера Весь мир Полон Дивной гармонии Нет нигде Разлада Ни в жизни Природы Ни в жизни Человеческой Даже несчастье Даже слезы Не портят Этого жизненного Ощущения Которое ощущается При чтении Гомера Они лишь Не более Как игра Света и тени В чудно Прекрасной Картины Все божественно Человечно Смысл жизни В самой жизни В наслаждении Ее дарами Но влекут Меня Сонной Держа Вою Что раскисло Опухло От сна Проходя к дому В Сущево Вижу с забором Темный сад И в ветвях деревьев Слышу шелест птиц Дома лег в постели Подумал Подвал Алексей Кондратьевич Алексей Кондратьевич Как страшно Утром Солнце светило в окно Смотри Косте Сказала мама Встань Посмотри в сад Грачи прилетели И я видел Как большое лицо Матери обращено Вверх На деревья Сада Я ушел К себе в комнату И уткнувшись В подушку Горько заплакал Вера Если не имеет дел Мертва Сама по себе Но скажет Кто-нибудь Ты имеешь веру А я имею дела Покажи мне веру твою Без дел твоих А я покажу тебе Веру мою Из дел моих Ты веруешь Что Бог един Хорошо делаешь И бесы веруют И трепещут Но хочешь ли знать Неосновательный человек Что вера Без дел Мертва Но вот Пришло Евангелие Оно открыло Миру Новый неведомый Язычеству Смысл жизни Перед очами Мира засияла Новая красота Перед которой Поблекла красота Мира сего В мир Явилась Божественная Мудрость Научившая Людей Жить Для смерти И умирать Для жизни Огонь Он, неизведенный спасителем На землю Попалил прежнюю И воспламенил Новую жизнь В ней Вместо героев Увлекавшихся борьбой Вместо гостей Увенчанных Миртом Розами Вместо веселых Хоровых песен Явились другие люди С другими стремлениями Ни чарующие добравы Ни светлоструйные ручьи Ни изумрудное море Ни очаровательные ландшафты Веселые лады Нет Ужасающие Египетские пустыни Одинокие пещеры Вот что теперь привлекало взоры И внимание целого света Суровые подвиги В издержании Умерщвления Плоти Страшные лишения Слезы сокрушения Неустанная молитва Отречения От суетных радостей мира Вот что вдохновляло Этих новых людей Словно семь заветных лун На пути моем встает То мне птица гамаю Надежду подает Луначарский Вы устали от революции Я понимаю Вам следует уехать за границу Конечно мы Не можем предоставить вам Для этого средства Так Константин Алексеевич Коровин Не без иронии Описывает обстоятельства При которых совершился Его судьбоносный отъезд Из России Саврасов Живой стоит передо мной Он огромного роста У него большие руки И лицо как у Бога И все что он говорит Как от Бога Да чего я любил его Весна говорит нам Саврасов Фиалки в сокольниках Уже зелень распустилась Ступайте туда Да На стволах ив Желтый мох блестит Отражается в воде Воды весны Да ступайте А как писать Помню Спрашивает его Ученик Волков Писать Не удумевает Саврасов Надо почувствовать Чуть тронуть только Надо видеть Да Почувствовать Красоту Природу Если до крови Лоскут Истачал Золотаю Золотыми я Заполмотами Чтобы чаще Господь Замечал Чтобы чаще Господь Замечал Замечал Замечал